И мы все откладываем, откладываем, когда Саша выйдет, да? Ну вы же еще не проголодались, а что-то? Просто еда пахнет, вот и все. Смиряйтесь. Сейчас мы почитаем буквально одну главу из... Даже две. Нет, ну не настолько поиздеваемся, конечно. Хотя, знаете, там есть очень много интересного про Новый год. Можно почитать и 118-й псалом. Открывайте, да ладно, шучу. Я напомню, что мы сегодня здесь собрались для того, чтобы отметить один из основных праздников. Вы знаете, что еврейских праздников не существует. Если кто-то еще там сомневался, еврейский праздник, нееврейский праздник. В некоторых церквях отмечают, некоторых не отмечают. Не существует еврейских праздников, это фикция. Существуют только господние праздники. Вот один из господних праздников, он как раз сегодня у нас происходит. Этот праздник называется «Праздник труп». О нем написано в книге «Левит». Откройте, пожалуйста, книгу «Левит». Если у кого-то случайно тут оказалась Библия, вот случайно совершенно, если кто шел не только вкушать хлеб единый, но и всякое слово, исходящее из уст Божьих, если у кого-то нету, то там вот у нас есть большие. Да ладно, шучу, сидите, сейчас я вам прочитаю тут немного. 23 глава, 23 стиха. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи, сынам, Израилевым, в седьмой месяц и первый день месяца да будет у вас покой, праздник труп, священное собрание. Никакой работы не делайте и приносите жертву Господу». Вот с первой частью все евреи сразу согласились, никакой работы не делайте, приносите жертву Господе. На самом деле, этот праздник, который мы сегодня празднуем, он Новым годом стал очень недавно, на самом деле, буквально чуть больше тысячи лет назад. Он никогда не был Новым годом. Новый год, вы знаете, когда начинается, да? Первого Ниссана по Библии. Но раввины сказали так, что мы не будем мешать два великих праздника. Первый праздник — это Новый год, Роша-Шана, и второй праздник — это Песах, потому что один раз мы празднуем как бы сотворение мира, а потом вдруг раз — и Песах, да? Поэтому они все это распределили на календаре. Календарь этот леты исчислений уведется именно с выхода из Египта, поэтому там первый праздник — это Песах, вернее, первый праздник — это Роша-Шана, а последний праздник, как вы знаете, — это праздник Шавот. Так вот, сегодня мы с вами отмечаем не Господний Новый год, будем так говорить, а традиционный Новый год, который исчисляется не от сотворения мира, на самом деле, а от сотворения Адама, потому что мы не знаем, и ни один комментатор Торы, начиная с Раши, еще не мог определить, когда же на самом деле произошло сотворение мира. Так ли это на самом деле? Было ли это 5778 лет назад? Но сотворение Адама, когда уже были свидетельства, когда люди приходили, рассказывали, что Адам — единственный человек в мире, который поднимал вот так вот рубашку перед всеми и говорил, у меня пупка нету, я не от женщины, с мужчины родился. И вот с этого момента, когда был сотворен первый человек, идет летоисчисление, традиционное летоисчисление, о котором говорит нам еврейская традиция. Но сегодня мы отмечаем Новый год, и мы сейчас рассказываем о богобоязненности. Андрей тоже говорил сейчас об одном человеке, имя которого в сильно дальнем переводе звучит как Авдеягу, или как там было написано. Но на самом деле звали его Авадья. Если вы знаете, что такое Авадья, это раб Божий. Поэтому он и боялся сильно Бога. Перевод слова Авадья, да, если кто по-арабски лучше понимает, это Абдалла. Слово Авадья, это слово Овад, раб, я, Бог, раб Божий. И мы с вами говорим о богобоязненности, и у очень многих людей, особенно неверующих людей, возникает такой диссонанс в голове. А что это я должен кого-то бояться? Что должен всю жизнь в страхе жить? Или почему я должен быть рабом Божьим? Я что, не могу быть свободным человеком? Разве Бог меня не сделал свободным человеком? Вы знаете, Бог нас сделал свободными людьми, это мы читаем с первых строк Библии. Он дал нам вообще свободу выбора на самом деле. И праздник Роша-Шана, это праздник свободы выбора каждого из нас. Мы можем выбрать ближайшие 7 дней, сказать, ну, все, как бы, знаете, особенно христиане, милость же Господня обновляется каждое утро, и благодаря ей мы живы, а совсем не поверя чему-то там другому. Даем Кипура, мы там что-нибудь сейчас еще помолимся, может, попастимся даже. Даем Кипур, так вот, в страхе и трепете совершим свое спасение. Ничего не кушаем, ну, как бы, ничего не кушаем. Знаете, какие очереди в магазине перед Ем Кипуром? Пост, потому что. Да, во всех продуктовых магазинах, как коровы языком, все слизывают. Потому что пост. И мы сейчас, мы говорим о свободе выбора, потому что мы можем сказать так, ну, вот сейчас Ем Кипур пройдет, и можно опять погрешить. Потом будет опять Новый год, мы опять там слихот почитаем. Это для тех, кто еврейские традиции здесь соблюдает до сих пор. Слихот почитаем, потом опять Ем Кипур, нас опять очистят, и опять там все. Значит, смотрите, есть хорошие новости, есть плохие. Начну с плохих. Равинатский суд вынес галактическое постановление, написано окончательное галактическое постановление, то есть менять его уже нельзя. Наивные. Значит, там написано, что еврей, верующий в Иисуса Христа, не еврей. Окей? Ну, они могут считать, конечно, все, что они хотели. Я, например, еврей, я родился евреем и умру евреем. Мне как бы совершенно все равно, какие-нибудь там постановления выписывают. Но я хочу, я к чему это сказал сейчас? Что есть хорошая новость для нас, для людей, верующих в Иисуса Христа, Ем Кипур каждый день. Потому что Иисус одну жертву принес 2000 лет назад, одну за всех на каждый день. И мы сегодня с вами чисты не потому, что мы попастились с вами в какой-то определенный день или продержались здесь, не начав кушать до того, как Саша выйдет на сцену. А мы чисты, потому что Иисус пришел и сказал, я исполнил закон. И немножко возвращаясь к празднику, и на этом я как бы закончу. У нас сегодня нет двух, трех главных атрибутов на столе. А жаль. Первый атрибут – это мед с яблоками. Никто не принес, правда? Правильно. И магазины закрыты, да. Дома все съели. Второй атрибут – это рыба. Подожди, подожди, покажи мне. Это неправильная рыба. Рыба должна быть целиком с головой и хвостом. Это второзаконие, если я не ошибаюсь. 28 глава, по-моему, 12 стих, да? И сделает тебя Бог, если будешь соблюдать заповеди. Не хвостом, а головой. И третьего атрибута у нас не хватает, это граната. Гранат никто не принес. И правильно. Зачем нам вспоминать 613 заповедей? Есть такое поверье в традиции. Я не знаю, кто-то из вас считал, не считал, но, видимо, кому-то пришло в голову посчитать. Есть поверье, что в гранате 613 зерен. Да. Ну, я не считал, мне как-то лень было. Я вот его ем и ем, как бы, мне все равно. Так вот, 613 зерен ровно по количеству заповедей, которые дал Бог Моисею на горе Синай, непослушным евреям. Большую часть из которых исполнять сегодня невозможно, потому что нет храма, нет рабов, нет священников, нет левитов. Поэтому нету возможности исполнять все заповеди. И поэтому Бог, как мы знаем, Он все это предусмотрел еще от создания мира. И поэтому пришел один единственный человек, который исполнил весь закон за нас всех, представляете? Исполнил весь закон. И Он просто теперь говорит, я оставляю вам заповеди, исполняйте их. То, о чем говорил сейчас брат Андрей, что нужно исполнять заповеди, потому что если мы хотим, чтобы Бог нас любил, надо их исполнять. Любовь так измеряется. Мы об этом говорили уже неоднократно. И причем, казалось бы, здесь гранат, да? Я просто на нем внимание немножко сосредоточу. Кто-нибудь, ну у нас его нету, поэтому мне тяжело вам его показать. Представьте себе гранат. Спелый, красный, израильский, большой гранат. С голландских высот. Так вот, если мы на него смотрим, и он целый, то есть он не поврежденный, не помятый, не побитый. Этот гранат, в принципе, если его, конечно, в жару не поместить, в такую дикую, или там в какой-нибудь лютый холод, он может пролежать почти год. Ну, кто-то проводил эксперимент. Год может пролежать в нормальных условиях содержания. Если на этом гранате появится хотя бы одна трещина, что с ним произойдет? Он высохнет. Или он, если он переспелый, он весь лопнет. Или он начнет гнить изнутри. Если мы этот гранат разломаем с вами, собрать обратно мы его уже не сможем. В отличие от яблока, если мы его сломаем, мы можем его сложить аккуратненько, и как будто бы целое яблоко. А гранат не можем. И традиция еврейская говорит о том, что гранат олицетворяет вот это вот единство Бога с человеком. И сегодня для нас это единство Бога с человеком через Иисуса Христа, который пришел просто и сверхъестественно, вот это вот все развалившееся еврейство того времени, развалившуюся веру в одного Бога с рассыпавшимися заповедями, которые кто-то хотел соблюдать на тот момент, кто-то уже свои придумал, как фарисей. Он просто пришел и сверхъестественно соединил их в одно. И сегодня мы можем вот в этот праздник «Рожа жена» для себя понять, что мы с вами получили сверхъестественное помазание от Бога, каждый из нас, что мы вместе сложились вот так вот в одно единое целое с Богом, где внутри вот эти 613 или сколько там их бы ни было действующих заповедей, но нас никто не может больше разломать и разъединить. Потому что если еще раз такое произойдет, слава Богу, мы знаем, что не произойдет. Сатана надеется, конечно, но у него шансов нет. Что если это опять произойдет, больше некому будет нас соединить, потому что написано в Писании, жертвы достаточно было одной, чтобы вот это все целостное сверхъестественным путем соединить. И именно вот в воспоминании этого, я думаю, стоит сегодня прийти домой, найти где-нибудь гранат, посмотреть на него, а потом насладиться его вкусом. С праздником, с традиционным Новым годом! Наша! Наша! Наша!